Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговоры по делу». Веду я, Андрей Усенко, и сегодня мой гость Данила Женицын, как он сам отрекомендовал его представить, предприниматель и общественный деятель. Данила, здравствуйте. Добрый день, Андрей Ленинович, уважаемые радиослушатели. Давайте, можно просто Андрей, Данил. У нас радиоэфир достаточно демократичное пространство, поэтому я думаю, мы здесь с вами справимся. Подобрались. Да, Данил, моя программа традиционно посвящена делу, которым занимается человек. У кого-то это дело всей жизни, у кого-то это дело определенного периода его жизни, но, как правило, у тех гостей, которых я приглашаю в студию, такое дело не одно. Но я знаю, что и у вас тоже делом, по крайней мере, того периода жизни, в котором вы находитесь, является не одно направление. Почему вы так и представляетесь? Постараемся сегодня поговорить о них обо всех, ну или, по крайней мере, об основных. Но традиционный мой вопрос. Вы сами что на данный момент называете делом вашей жизни в этот период? Ну, основным делом жизни я бы, конечно, назвал воспитание своего ребенка, в первую очередь. Потому что для меня семья – это цель и приоритет номер один. А все, чем я занимаюсь вокруг, оно, в принципе, соответствует основной цели и усиляет мое стремление воспитать достойного человека. И хочу принять участие также в воспитании хорошего поколения. Ну, на самом деле, мы стараемся, конечно, в рамках моей программы затрагивать больше, так скажем, профессиональную общественную деятельность, потому что вопросы... Вы не первый, кто одним из самых важных дел в своей жизни считает семью и воспитание детей. Мы стараемся, в общем, эти вопросы обходить. Это достаточно такая тонкая сфера, тонкая грань, если хотите, поговорим. Но я бы все-таки вернулся к профессиональной деятельности. Я знаю, что вы занимаетесь строительным бизнесом, возглавляете на данный момент... В этом году были избраны, если я не ошибаюсь, ассоциацию строителей Кировской области. Как пришли в этот бизнес? Каково вам сейчас в нем? Как себя ощущаете? Ну, пришел я в этот бизнес, наверное, так же, как и все, что в моей жизни происходит с долей счастливого случая, наверное, можно так выразиться. Вообще, в моей жизни это интересно совпадение различных факторов, которые приводят к достаточно интересным результатам. Я бы так мог сказать про себя. Пришли мы в строительный бизнес в 2008 году. Я, окончив институт, полгода проработал инженером в компании. А потом мне сделали предложение, от которого я не стал отказываться, сразу же согласился, стал директором молодой компании. Это было, получается, 13 лет назад. А потом саморегулирование, изменение законодательства. Ну и с самого начала я проявлял активное участие в жизни нашего СРО, объединения строителей Кировской области. И постепенно, пройдя через различные этапы, возглавил ассоциацию. Был и в ревизионной комиссии, и в дисциплинарной, и в правлении. То, что меня избрали сейчас, является определенным итогом. Как пропорционально делите вот эти дела в вашей жизни? Профессиональную деятельность, общественную деятельность, семья, дети? Как по времени, по ресурсам вашим распределяется? У меня часто спрашивают, как вы все успеваете. Такой вопрос мне часто задают. И я, честно, отвечаю, никак. Никак я все не успеваю. Но стараюсь расставлять приоритеты и в текущем моменте, и в долгосрочном. Что более считаю важным, тем и занимаюсь в моменте, скажем так. Тем более в нынешних условиях, когда сложно так серьезно планировать долгосрочно. Да, совершенно согласен. Время – это самый сложный ресурс и сложный момент в моей жизни, в моей деятельности. Потому что до сих пор выстраиваю взаимоотношения со временем. Понимаю. Мне задают такие же вопросы, и я примерно так же точно отвечаю. Что нравится в том основном, ну, профессиональном деле, которым вы сейчас занимаетесь, в строительном бизнесе? Что нравится и что вас держит в нем, что стимулирует и мотивирует? Вообще стройка – это особая сфера. Часто говорят, что строительный комплекс – это локомотив экономики. Но в первую очередь удерживает и меня, и я думаю, что многих моих коллег – это сам процесс созидания. И возможность взглянуть на результаты своей работы и показать эти результаты и своим детям, и последующим поколениям. То есть гордость за результат, наверное, в первую очередь. Основная наша сфера – это энергетика. То есть мы строим подстанции, строим кабельные линии. Но, получается, приносим людям свет. Свет, тепло и надежда. Да, свет, тепло и надежда. На то, что свет и тепло будет всегда. Ну, давайте сейчас немножко отвлечемся от строительной деятельности. Вы достаточно активны в общественной сфере. У вас объединение строителей Кировской области, которое вы возглавляете. Сложная профессиональная организация. У нас такой многослойный стройкомплекс. То есть есть лидеры рынка с большими объемами стройки, есть средние компании, есть небольшие субподрядные в основном организации. У вас специфическое направление строительства в энергетике. Почему захотели быть, я думаю, что без вашего желания вас бы вряд ли избрали, почему захотели быть руководителем этого общественного объединения, и что видите для себя, вот для себя внутренне, не по уставу, не по наказам, что называется, внутренне? Что видите результатом вашей работы за тот период, который определял? Да, спасибо за вопрос. Значит, почему я этим и занимаюсь? С самого начала, с момента основания СРУ, у меня было такое обостренное чувство справедливости. Мне хотелось, чтобы в том числе малые строительные компании были замечены, чтобы они могли развиваться, принимать участие. Потому что, если не ошибусь, более 90% строительных компаний на рынке нашего региона – это малые, средние, даже не средние, а малые предприятия. И, конечно, с самого начала хотелось их поддерживать, поскольку моя компания, соответственно, тоже являлась, являлась малым предприятием. И с самого начала я занял позицию, что мы будем их поддерживать, будем консолидировать усилия, потому что проблем много. Крупные компании за счет внутренних ресурсов с ними могут справляться, малым – это не по карману, скажем так. И цель моей работы в СРУ – это консолидация усилий малых предприятий строительных и решение их задач, проблем. А что может в этом смысле общественное объединение? То есть я понимаю, что у вас не просто добровольное общественное объединение, вы действуете в рамках саморегулирования, это определено по закону, и, собственно говоря, строительные компании обязаны быть членами саморегулированных организаций. Но что вы можете сделать? Надо отметить, что ассоциация СРУ является ассоциированным членом Союза строителей Кировской области. Это уже крупное общественное объединение, которое включает в себя не только строителей, но также производителей и стройматериалов учебного заведения. И в Союзе строителей СРУ является, скажем так, одним из основных источников финансирования Союза строителей. И поэтому внутренние ресурсы СРУ, они также одновременно являются ресурсами Союза строителей. А Союз строителей – это уже ассоциация, которая является абсолютно общественной и может взаимодействовать как с органами исполнительной власти, выходить с законодательными инициативами. Поэтому само СРУ, ОСКО, оно очень большое влияние оказывает и на Союз строителей. Какие это ресурсы? Деньги, кадры и политический вес, наверное, есть определенный. В том числе мы сейчас с этим вопросом работаем о том, чтобы строителей слышали на всех уровнях. Понятно. Ну вот смотрите, кадры, вы упомянули кадры, кадровые вопросы сейчас вообще, у меня по ощущениям, мы видим в торгово-промышленной палате, что это практически главным вопросом для бизнеса стало. На второй план ушли вопросы проверок, вопросы доступности финансовых ресурсов. Все, с которыми я встречаюсь, руководители все говорят о том, что с кадрами большая проблема и по качеству этих кадров и по количеству, собственно говоря. Мы понимаем, что имеем дело с демографической ситуацией, понимаем, что имеем дело с качеством профессионального образования. Планируем, кстати, в ближайшее время провести достаточно серьезные мероприятия по этому поводу, потому что, на мой взгляд, если не предпринимать никаких мер, то мы просто окажемся в тупике с точки зрения возможности развития экономики. Что в строительном комплексе в данный момент происходит с кадрами и какие решения возможные вы видите? В строительном комплексе большая проблема с кадрами, тут никто этого не скрывает. Этот вопрос поднимался в том числе на Всероссийском съезде саморегулируемых ассоциаций в Москве, который был в сентябре. Проблема кадров заключается в том, что, во-первых, престиж профессии не настолько высок сейчас строителя, потому что нечего скрывать. Многие хотят работать в светлом, уютном, теплом офисе, а на стройке далеко не всех горят желанием работать. Но проблема, конечно же, комплексная, она связана и с образовательными учреждениями, и с государственным регулированием цен на строительную продукцию, поскольку ценообразование сейчас таково, что все крупные стройки ограничены рамками государственных расценок. Поэтому я считаю, во-первых, нужно поработать с этим, может быть, можно поднять фонд оплаты труда для строителей, именно в рамках государственного регулирования цен, чтобы люди стремились хотя бы по финансовым мотивам идти на стройку. Ну и, во-вторых, конечно, нужно работать с образовательными учреждениями, поскольку требования сейчас к людям совершенно иные. Мы живем в век информационных технологий. Сейчас на стройке будет в ближайшее время, с января месяца, на всех государственных стройках применение систем информационного моделирования. И современные реалии предъявляют новые требования, в том числе к строителям. А в чем они состоят? Какими навыками теперь должны обладать каменщики, столяры? Что там такое? Ну, каменщиков и столяров, наверное, это не так костюм, а именно переход к цифровизации. Это в первую очередь касается инженеров по надзору за строительством, прорабов, мастеров, инженеров строительного контроля и проектировщиков. Но вы упомянули, столяров, каменщиков тоже приходят новые технологии, новые оборудования, и нужно идти в ногу за временем. То есть, брать пример с ведущих стран, наверное, в которых строительство бурными темпами развивается уже несколько лет подряд. Насколько это возможно для нас? Я считаю, что возможно. Что для этого надо сделать? Ну, опять-таки, вернемся к экономике. Я думаю, что нужно планы по строительству увеличивать и снижать административные барьеры. Ну, планы, насколько я знаю, так, в нацпроекте там заложены достаточно серьезно. Если не ошибаюсь, мы в Кировской области должны под миллион, по-моему, квадратных метров строить. Ну, тут можно вернуться уже ко второй составляющей, это снижение административных барьеров. Ну, я бы еще один момент. Вы затронули систему ценообразования в строительстве, да? Там известная история про то, что до сих пор, собственно говоря, там, определение сметной стоимости происходит путем применения коэффициентов по отношению к 2000 году, если не ошибаюсь. Да, да. И, там, коэффициенты дефлятора. Но, насколько, опять же, я знаю, с 2022 года планируется переход на новую систему. Как это оцениваете, в чем ее особенность? Оцениваю ее очень хорошо. Мы ждем перехода на ресурсный метод ценообразования, поскольку в данный момент индексы, они за темпами роста цен, особенно на строим материалы, конечно же, не успевают. В чем будет особенность новой системы, Даниил? Особенность новой системы будет, потому что ресурсная база будет формироваться, ну, скажем так, в режиме, ну, практически онлайн. То есть, текущие цены на строим материалы будут применяться в сметах. Ну, и текущая стоимость оплаты труда. По вашему мнению, это приведет к стоимости, к росту стоимости, ну, собственно говоря, жилья? К росту стоимости жилья, думаю, что нет. Нет, это, скорее всего, коснется именно бюджетных строек, бюджетных строек, потому что застройщики и так они не используют такие сметы, поскольку они продают конечный продукт гражданам, и там рыночный механизм. Там рынок образует. Спрос предложения, да. Хорошо. А вот если будем оценивать бюджетные стройки, которые по госконтрактам строятся, как, по вашему предположению, насколько стоимость может возрасти с учетом нового метода ценообразования? Я думаю, что она не столько возрастет, сколько станет более прозрачный сам процесс строительства. Вы же сами говорите о том, что надо закладывать увеличение фонда оплаты труда. Да, да. То есть это все равно приведет к росту общей стоимости строительства. Ну, какие-то вырастут позиции, а какие-то они могут даже и упасть. То есть они будут более взвешенными, я считаю, ресурсная смета, они будут более взвешенными и отражать текущую рыночную ситуацию. В целом рынок положительно относится к этой системе. Да, конечно. Каким образом обстоит на данный момент наполнение этой платформы? Мы в свое время обсуждали, что для того, чтобы она полноценно действовала, собственно говоря, на нее должна загружаться та самая актуальная информация по стоимости ресурсов, да, трудовых, материальных, там, всех остальных, чтобы она действительно соответствовала, ну, там, текущему, текущему уровню цен. Как с этим обстоят дела? ГИС-ЦС, вот эта система, да, называется, она наполняется, но вот я думаю, что это большая работа по привлечению поставщиков, по привлечению компаний к ее наполнению. Эту задачу ставили и на съезде, на строе, но я думаю, что это задача в том числе и Министерства строительства, как федерального, так и регионального. Ну, и вчера буквально разговаривал с одним из руководителей компании в сфере ЖКХ, он вообще считает, что нужно прямо заставлять законодательно поставщиков заносить эти данные. Но я не думаю, конечно, что это в сегодняшних реалиях возможно, но даже вот такие есть мнения. Какие еще направления деятельности объединения строительства Кировской области вы видите как приоритетные? Что для вас является, как сейчас принято говорить, вызовом? Конечно, коронавирус очень сказался негативно на вообще развитии, ну, не только нашей строительной отрасли, а вообще в целом. В том числе заключается в том, что рабочая сила, на которую рассчитывали из ближнего зарубежья, не приехала в необходимом количестве. Раньше она достаточно объем занимала в количестве занятых в секторе? Я думаю, что достаточно. И, во-первых, во-вторых, определенные сегменты, если мы будем говорить, например, о дорожном строительстве или о фасадах, то в основном эти работы выполнялись, конечно, трудовыми мигрантами, если можно так высказаться. Сейчас с этим проблема, соответственно, и некоторые контракты не исполнены в сроке, и перспективы тоже пока непонятны. Поэтому один из вызовов – это как раз преодолеть последствия коронавирусной инфекции, и в том числе это влияет и на объединение строителей. Стало меньше встреч, меньше общения, меньше диалогов. Заседания проводятся сейчас в гибридном формате. Часть присутствует точно, часть удаленная по зуму. Это не совсем то, прямо скажем так. Не то, что хотелось бы видеть, да, на самом деле. Данил, мы не так давно на совместном мероприятии с вами обсуждали вопрос по поводу бюджетных строек и ситуации с теми контрактами, которые были заключены до периода роста цены или в этот период. И сейчас они, по сути дела, эти контракты являются убыточными для подрядчиков. Стоимость стройматериалов выросла, рабочая сила стала стоить также дороже, а цифры стоимости были зафиксированы. Знаю, что вы большую работу и в рамках профессиональных объединений проводили, и определенные решения были приняты. Как обстоит ситуация в настоящее время, что с бюджетными стройками, что думает по этому поводу отрасль, и как на ситуацию повлияли те решения, которые на федеральном уровне были приняты? Ну, естественно, благотворно, поскольку были приняты постановления правительства, позволяющие увеличить стоимость контрактов вследствие роста цен на стройматериал. Этот процесс идет в Кировской области? Процесс идет, да, то есть уже начинается. Насколько я владею информацией, работа с заказчиками, по крайней мере, по фонду капитального ремонта, постановление принято было 30 сентября, постановление правительства в силу вступило в середине октября, и появился хотя бы механизм, позволяющий, ну, я не говорю, что полностью преодолеть убытки, вызванные ростом цен на стройматериала, но хотя бы частично компенсировать их, и у некоторых подрядчиков появляется возможность хотя бы завершить начатый контракт. Ну, а какие настроения в строительной среде в связи с этим? То есть все-таки будут там в убыток достраивать, или будут там уходить в недобросовестных поставщиков, но не получать убытков? Какие настроения, как считаете, что в основном будет? Я думаю, что какого-то общего, наверное, вектора нет. Каждая компания будет для себя определять возможность завершения, либо незавершения объектов. Но, скажем так, есть такое мнение, что мы многое пережили, и это переживем. И не с таким справлялись, да? Да, с таким справлялись. Вернемся непосредственно к профессиональной деятельности, не только к общественной, о которой мы так объемно поговорили. Вот ваша компания, там специфическое направление. В чем, видите, особенности, которые связаны лично с вами? Вот это ваше дело, которым вы занимаетесь, в чем, что вы привнесли в него? В компанию. В компанию, в результат ее работы? Ну, самым главным, наверное, достижением был выход на сотовых операторов, с которыми мы сотрудничаем по сей день. Это было уже больше 10 лет назад, получается. Мы обслуживаем электроснабжение башен сотовой связи. Это, ну, то есть, позволяем бесперебойно общаться по телефону людям. Если происходит авария, наши сотрудники ее оперативно устраняют. Хорошо. В чем особенности компании? Ну, смотрите, мы разговариваем о том, чем вы занимаетесь в жизни. Чем вы хороши? Да. Ну, вот без лишней скромности прямо, да? То есть, причем то, что связано с вами. Ну, со мной... Как человеком, который отдал этому, сколько там, 13 уже лет, даже больше, да? Опять-таки, повторюсь, со мной связано таким образом, чтобы мне повезло. Я нашел, даже, может быть, не нашел, мне встретились хорошие люди, которые составляют основу нашей команды, которые в любой момент, в любое время готовы, даже поступившись немножко личным временем, там, семейными, какими-то обязательствами, сесть в машину и поехать работать. Что для вас, как для делового человека, является приоритетами в деятельности? Ну, наверное, честность, умение признавать ошибки и делать выводы. Какие ключевые факторы подбора сотрудников тогда, исходя из этого? Вот, признаюсь честно, очень давно не занимался этим вопросом, подбора сотрудников. Так сложилось, что... Устоявшийся коллектив? Так сложилось, что практически вот за эти 13 лет, ну, наверное, 80% сотрудников у нас не менялись. Поэтому мне даже сложно было ответить сейчас на этот вопрос. Ну, я думаю, что многие вам позавидуют, на самом деле, потому что, опять же, текучка кадров – это один из самых сложных сейчас моментов. И я-то хотел, конечно, вывести вас еще на вопрос, связанный с тем, как работаете с новым поколением. Потому что, думаю, что в рамках там Москова вам это может быть известно. Ну, вот мы много с кем это обсуждали. Новое поколение, которое сейчас приходит на рынок труда, да, 20-25 лет, совершенно отличается. Причем, ну, мы вот тоже выводы определенно делали, у них совершенно другие базовые ценности даже. Для них наличие работы не является само по себе ценностью. Ну, для большинства, да. Они очень легко ее меняют. У нас в журнале «Меркурий» вышло интервью с девушкой, которая к 25 годам поменяла 13 мест работы. То есть, вот воспитанная в нас с вами еще родителями, там, да, предыдущими поколениями заложена ценность самого наличия работы, да, то есть работа должна быть, да, как без нее. Вот у них этого уже нет. Как будете, все равно так или иначе вы будете сталкиваться с вот этим поколением, количество которого будет увеличиваться, за ними будут идти еще более новые там поколения. Как для себя вот эту задачу, как для руководителя и как для общественного деятеля в этой отрасли видеть? Ну, конечно, будем работать с молодым поколением. Я думаю, что все происходит через общение, через культуру, через ценности вообще. Будем находить точки соприкосновения, карту мотиваторов, как это говорят, надо сделать. Будем, значит, их понимать. И я думаю, что мы будем расти до их уровня. Даже вот так, наверное. Ну, вы знаете, да, мы много где обсуждаем эту тему. Вот все чаще приходим к выводу, что, по примеру, может быть, опять же, там, и западных компаний, вот скоро, ну, должность штатного психолога в компании будет уже достаточно там распространенным явлением. Потому что каким образом там их мотивировать, как с ними коммуницировать, взаимодействовать, ну, это большой вопрос. И чем, ну, прямо скажем, там, старший руководитель, чем больше разрыв вот этот возрастной между топ-менеджментом компании, да, и вот этими сотрудниками, тем сложнее им вообще, как бы, даже просто общаться. Поэтому, мне кажется, это тот момент, на который вам стоит внимательно в профессиональной среде посмотреть. Думаю, что по ряду специальностей для вас это уже такой подходящий, ну, что называется, по времени ресурс трудовой. Так что, в общем, столкнетесь в полную. Я думаю, что, да, мы живем с вами на Земле, а они, как минимум, наверное, с Марса, не знаю. Ну, да, если не дальше. Ну, честно говоря, я восхищаюсь современным поколением. Просто есть чему поучиться, на самом деле. Давайте такой блиц перед уходом на рекламу. Три основные проблемы строительной отрасли Кировской области. Так, основные проблемы – это в данный момент строительство жилых домов, потому что новые программы, которые КРТ, нововведение с крово-счетами, они, скажем так, усложнили жизнь застройщиков. Это раз. Ну, понятно, кадры, о которых мы с вами говорили, это два. И, наверное, недостаточное финансирование. То есть, мало инвестпроектов. И три плюса строительного комплекса. Три плюса для Кировской области? Ну, да. В Кировской области три особенности региональных. Ну, наверное, я бы выделил первую особенность – это короткие взаимосвязи. Сообщество, я бы так назвал, да? Развитого сообщества. Второе – это история. То есть, есть много семейных бизнесов, именно крупных строительных компаний, которые передают из поколения в поколение. Это вот характерно, в том числе, для нашей области. Самые крупные там застройщики, самые крупные подрядчики. Этой семейной истории – это тоже большой плюс. Потому что большая ответственность за результаты перед, в том числе, перед старшим поколением. Ну, и, наверное, какой-то вятский менталитет. Он есть. Он есть. Вятская душа, да. Ну, что ж, на этом мы ненадолго прервемся. Небольшая рекламная пауза, после чего мы снова вернемся в эфир. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в эфир. Программа «Разговоры по делу». Веду ее я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Данил Ложеницын, предприниматель и общественный деятель. Данил, ну вот про часть вашей общественной деятельности мы уже поговорили. Это такую общеизвестную, да. Это публичная там активность. И в соответствующих там кругах, что называется, в этом качестве известна. Но есть и не самое известное ваше поприще, назовем это так. Вы председатель родительского комитета в 28-й школе. Да. Правильно я понимаю? Почти. Что значит почти? Я уточню. Это на самом деле не родительский комитет, это общественная организация. Прямо настоящая, имеющая статус юридического лица. Как вы к этому пришли? Опять-таки, как и ко всему? Повезло. Совершенно верно. Слушайте, где так везет, что столько... На самом деле ведь, ну, не будем там кривить душой, да, там, что называется, лукавить. Ну, в общем, родительские комитеты там, это достаточно такая специфическая среда, да, в отличие от профессиональной. Потому что родители разные, интересы разные, приоритеты там, и позиции тоже разные. Мнений огромное количество. Я думаю, что большинство радиослушателей так или иначе с этим сталкивались. Иногда даже внутри одного-то класса или группы там, да, количество мнений превышает все разумные пределы, и невозможно прийти к единому знаменателю. А тут целая школа. Что мотивирует здесь, и какие задачи, опять же, вот здесь ставите перед собой? Спасибо за вопрос. Что мотивирует? Ну, расскажу в двух словах, как все начиналось. Была небольшая потребность там поменять лампочки. Ну, я согласился, узнал о потребности, согласился. Меняем лампочки. На выходе меня встретил зам по воспитательной и спрашивают, зачем, почему ты это делаешь? Я на секунду буквально задумался и нашел ответ. Я хочу, чтобы мой ребенок учился сам лучше в учебном заведении. И я вообще считаю, что пересечение интересов личных, общественных, дает наилучший результат. Именно вот сама точка пересечения, вот именно в ней кроются все секреты. У японцев есть такое хорошее понятие, и кигай, наверное, знакомый. Не буду казаться умнее, чем есть. В двух словах. Это точка пересечения то, что ты любишь, то, что требуется окружающим людям, то, за что тебе платят, и то, в чем ты хорош. Такие бывают? У некоторых бывают. У некоторых бывают, да. И поэтому я всегда... Тем, кому везет, видимо. Тем, кому везет. И поэтому я всегда ищу точки пересечения интересов как можно большего количества сторон. И в этих точках получаются наилучшие результаты. В рамках лицея мы на самом деле строим экосистему. Я могу называть это так. Это система, в которой родители, учителя, администрация и ученики совместными усилиями создают такое окружение и атмосферу, в которых наиболее полно раскрываются таланты учеников. — Касается ли это только, что называется, материальной базой, или же это гораздо шире? — Совершенно правильный, хороший вопрос. Это намного шире. И это... Я считаю, что материальная база — это просто результат. Это результат работы. Есть такое изречение, что собирай людей, а деньги придут. На первое место мы всегда ставим человека, команду, ученика, учителя в каждой конкретной ситуации. А деньги — это просто счет в игре. Это результат нашей деятельности. И мы участвовали в конкурсах Рыбаков фонда. Наверное, знаете, Игорь Рыбаков, участник списка Forbes, Технониколь. Он проводит по всей России конкурсы, в которых участвуют учебные заведения с возможностью выиграть гранты. Нам, к сожалению, не посчастливилось выиграть грант в размере миллиона, но в каждом из двух конкурсов, в которых мы участвовали, мы выиграли определенные номинации. Номинацию ученик, номинацию учитель. И, соответственно, наш лицейст получил грант, там, по-моему, 50 тысяч, если я не ошибаюсь, и учителя. Это тоже, я считаю, достаточно хорошим результатом, потому что там тысячи школ участвуют в таких конкурсах. Поэтому, я считаю, мы на уровне на хорошем находимся. — Какие еще вот такие, знаете, осязаемые, что называется, результаты работы вот этой организации родительского комитета, да, вот вы можете там предъявить, что называется, общественности? — В первую очередь, это социум. У нас есть попечительский совет, который вырос, наверное, раза в два, если не в три, с 2019 года. У нас создан клуб родителей, называется «Предки-28». Это клуб по интересам. Мы каждую неделю играем в волейбол, прямо в лице. Есть интересанты, которые играют в баскетбол, футбол, просто общение. Мы участвуем вместе. — Это родители? — Это родители, да. Наверное, не в каждой школе такое есть, но в нашей есть. Самое главное, мы помогаем нашим же детям развиваться. В рамках лицея есть конкурс стартапов, где мы прокачиваем молодежь, учеников. И этот конкурс в прошлом году, я считаю, прошел на очень высоком уровне, поскольку менторы или спикеры, как правильно назвать, это были ведущие предприниматели города нашего, в том числе и родители. — Какой процент родителей вас поддерживает, какой процент активно вовлечен в работу? — Ну, как везде, существует определенная воронка, наверное, как в продажах. Но поддерживают материально практически все, там, наверное, около тысячи семей. — В обязательном порядке? — Нет. Исключительно в добровольном. Когда я начинал, как раз я сказал, что не хотел бы участвовать в добровольно-принудительных этих взносах, так называемых. И нам интересно построить именно соцсум. Деньги — это всегда вторично, это результат нашей деятельности. Люди видят, что мы приносим пользу, что мы развиваем сообщество. И они с удовольствием жертвуют деньги. У нас абсолютно добровольная организация, но большинство поддерживает. Это от тысячи, наверное, 900 семей точно поддерживает. — Сколько активистов, вот тех, кто прямо вовлечен там и проактивно занимается? — Ну, процентов, наверное, 5 точно от всего сообщества. Ну, это от тысячи человек. — Ну, это хорошая цифра, на самом деле. — Которые постоянно участвуют в различных мероприятиях, которые поддерживают и финансово, и, как сказать, морально, и своим личным участием и вкладом. Поскольку деньги — это не основной момент. — Это я уже понял, да? — Да-да, много мероприятий, которые устраивают сами родители. Например, мы арендуем каток «Союз», и все желающие катаются. Ну, билеты мы туда продаем, но, получается, для лицейстов дешевле, чем просто прийти покататься. — Ну, то есть построение сообщества. — Построение сообщества, да. — Построение сообщества, да. — Хорошо, Данил, у нас остается буквально 2 минуты до завершения программы. Время проходит очень быстро, и там один из моих самых любимых вопросов. Гости всегда очень увлеченно рассказывают о тем, чем занимаются сейчас, и я люблю задавать вопрос в конце. Чем еще хотели бы заниматься? Вот чего не хватает? Потому что люди, которые приходят ко мне, и у которых ни одно дело в жизни, ну, это такие в хорошем смысле непоседы, да, с активной жизненной позицией. Вот можете смоделировать, нафантазировать, чем еще хотелось бы позаниматься? — Ну, у меня есть, конечно, краткосрочная программа, в том числе связана с саморазвитием, с обучением. Я понимаю, что я мало что понимаю, и поэтому буквально завтра еду на мероприятие в Нижний Новгород, обучающего характера. Я с ноября планирую продолжить образование в Москве. — Ну, а в каких вот сферах хотели бы себя еще попробовать? — Ну, для начала я хотел, конечно, достигнуть бы своих поставленных задач и результатов в сфере строительства и в сфере образования. Когда вот я пойму, что результат получен, вот тогда уже, наверное, начну планировать что-то другое. — Ну, мне остается только пожелать вам в этом успехов, потому что там, ну, не понаслышке, что называется, знаю о всех особенностях и специфике общественной деятельности. Да, там я тоже свою жизнь там практически и посвятил. Я благодарю вас за участие в программе. Мы осознанно и намеренно с вами не трогали то дело, которое вы назвали основным. Но я вам благодарен за вот такую позицию, потому что это, наверное, для всех настоящих людей действительно самое важное дело в жизни. Все остальное, всем остальным можно заниматься, а это такое, ну, это то, чему надо себя посвятить. — Можно, да, небольшой комментарий. — Да, конечно. Как раз вот я считаю, что основное дело — это тоже будет результат, поскольку воспитывать можно на своем примере и путем вовлечения во все процессы, которыми занимаешься. — Ну, а я вам могу сказать, что общественная деятельность — это тоже определенный процесс воспитания в некотором смысле и, в первую очередь, опять же, на своем примере. — Совершенно верно, поскольку за забором и за дверью квартиры жизни она не заканчивается, там она только начинается. — Ну что ж, Данил, спасибо. У меня в гостях в программе «Разговоры по делу» был Данил Ложеницын, предприниматель и общественный деятель в сфере строительства, образования, воспитания своих и не только своих детей. Данил, спасибо, удачи и успехов. Рад был с вами здесь встретиться. — Спасибо, Андрей. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Всем всего хорошего. РАЗГОВОР ПО ДЕЛУ